Всем привет! У нас продолжается заготовка кормов. Сегодня у нас отходы. Саша привез, пока одну ходку сделал. Говорит, что там еще много. Насколько далеко это? Деревня, село. А я не засекал. Километров 20, говорит, от нас. Вот там бесплатно раздают такие отходы. Поезжай, бери сколько хочешь. Ну, больше, можно жметь. Ну, не больше 20-15. Ну, нормально, недалеко. Вот, пока вот столько влезло в наш прицеп. Наверное, влезло бы больше, да, но высыпалось бы. А она утрамбовывать можно больше. Ну, в общем, мы попробуем сегодня, наверное, еще разочек съездить. Так-то у нас дел сегодня много, еще запилками надо. У нас совсем они кончились. А нам нужно подстилку птицы менять в новом старом сарае. Ну, у него еще и карусель. Прицеп-карусель. Карусель, кто успел, тот и сел. Да. Главное, не упасть. Ветрище сегодня жуткий. Вот, по акации, по березе видно. Но птицы нипочем. Все гуляют. О, все нашел. О, тоже привез. В общем, пока мы эту кучку сейчас накроем. У нас есть баннер, лежит вот. Накроем пока на случай дождя. Ну, и чтобы ветром не разнесло все. И кусочек один открытым оставим, чтобы птички возились. У нас тут вчера, пока нас не было, нам... Ведь Надя, дядя Леша, вот там вот, где они копаются, они нам насыпали. Дядя Леша вчера ездил себе, брал. И нам вот там кучку сыпанули. Так что птичкам есть где пока копаться. Мы, наверное, сейчас полностью накроем эту кучу. Поедем с запилками как раз ко времени. А потом, может быть, еще раз Саша успеет сгонять. Да? Возможно. Мы сейчас с запилками сначала. Да, мы сейчас посмотрим, сколько времени. Нам к 12 запилками надо. В общем, не пойми, что здесь. Ну, есть отходы от семечек. Даже семечки попадаются. Кстати, много семечек. Миленькие такие. О, зерно есть немножко. Вот пшеничка попалась. А так, в основном, я не знаю, что это. Непонятно. Вот зеленое. Что это такое? Кто знает, напишите. Ну, так птичкам ездя покопаться. Наши соседи говорят, что зимой очень хорошо. Можно насыпать несколько ведер прям. Выпускать на улицу. И они там ковыряются, копаются. Ну, куры, утки. Так, в принципе, в зиму у нас никто больше не остается. Тут потихонечку Саша начал обшивать сарай. Потому что уже холодает. Ветер сильный, холодный. Вот пока заднюю стенку зашил. И вот спереди немножечко. Вот здесь очень хорошо, что сделали вот этот вот. Крышу продлили. У нас солнце... Ну, то есть у нас вот там за сараем южная сторона. И очень здорово получается, что когда солнце светит, то здесь тенечек. И все птички здесь прячутся, отдыхают. Вот примерно как вот те вот гуси с утями. Кто-то отдыхает в сарае. Уйди. Вон они все. Тусят. Цыплят маленькие тоже там. Ну, вот они копаются. В принципе, им нравится и утки, и гуси здесь себе что-то находят. Про кур вообще молчу. Они, в принципе, всегда везде копаются. Нравится им, видимо. Потом, конечно, это нужно будет куда-то убирать. Но я так думаю, что мы это куда-нибудь будем складывать. Может быть, в бочку в какую-то пустую. И потом пойдет это все в огород. Скорее всего. Пахнет травой. Ну, края, наверное, все полотили. Все, что осталось от подсолнув. Блинки сбросили. Сегодня узнал еще новую функцию нашего прицепа, которая до этого мне была неведома. Он, оказывается, еще и самосвал. Представляете? Я прям вообще в восторге. Так. Поехали. Д recruiting. Д recruiting. Д руби. за последнюю не думал и не верил затем эти штуки но он крутой он волшебный также грузим мешки и запилками да давай рули нет нам надо накрыть это все дело так приехали мы на наш пилораму будем грузиться пока мы будем грузить и трудиться надеюсь вам будет нетрудно поставить нам лайк и кстати также подписывайтесь на наш инстаграм-канал все ссылочки мы вот покажем вам загрузим и опилки поедем домой сейчас вот тут еще где-то а где мы выезжать подальше вот здесь вроде вас пункт приема термета сейчас мы узнаем почем вообще у нас черный металл принимают по наснимали дома сарай пока разбирали много чего так же лес какие-то валяются в общем есть желание узнать что почем чтобы понимать куда как вести так на узнали сказали что 10 рублей черный стоит и 5 процентов скидки что значит 5 процентов скидки я не понял я им должен от скидку предоставить в том что 10 рублей килограмм в принципе это дороже чем в тамбове но в тамбове я знаю у меня знакомый сдавал по 9 рублей мы были мысли что раз я куда еду туда как загрузить отвезти но оказывается у нас здесь ближе и дороже принимают на будущее будем знать все поехали разгружаться мы а потом еще куда-то поедем я нет так то мы разгрузили опилки и сейчас я успею надеюсь сделать еще одну ходку за отходами вот этими от семечек посмотрим сколько ехать так 177 на спидаметре на 178 почти сейчас значит вычтем потом посмотрим по метражу поеду попробую спеть у меня тут обнаружилось еще одна проблема с креплением паркопа на машине надо будет сварщику сгонять надо в город поеду заеду куда-нибудь доехал до места уже закидал так прицеп вот здесь отходы прям только привезли и такие неплохие здесь семечек много сейчас с утра похуже было накидал уже сейчас еще докидаю побольше неплохо осаживается все дело вот и потом поедем в сторону дома парни там вот грузится тоже стоит в трактор стиле без такой серьезный приехали ментов спрашивают нет по дороге чтобы документов нет но все так ездят у многих машина списаны уже и пуль там закрылся и многие просто полями ездят на список машинах зачем на них документы делать это как бы нормально картина для деревни ой вон еще там везут то ли отходы только 100 минут раз поехал так ладно я буду докидывать сейчас все это дело чтобы не мешать здесь если еще будут привозить закидал прицеп парни все еще там грузится трактор это конечно красота такой телегу сразу набрать у меня там он тоже с бортов сыпется сейчас пока полями проеду она утрамбуется более-менее и будет уже получше хотя можно было тоже утрамбовать я уже потом тронулся смотрю они у себя в телеге парни тоже пляшут как виноградарь в свое время по винограду так утаптывают они очень хорошо так приминаются эти отходы что мне так стукнуло боюсь осет с этим креплением для фаркопа своего надо делать ладно поехали домой разгружаться и отдыхать что-то уже третья поездка за сегодняшний день как-то это много уже непривычно для меня по километражу не сказал получилось 18 17 8 где-то 17 6 дома до места ну нормально принц сравнительно недалеко они получат они хорошие неплохой вернее взяточек такой там семечки выдаются на свете здесь вот сейчас как раз у нас карьер куда я ездил в том году за песком вот огромный здесь прудики есть есть пруд сплатной рыбалкой есть вот обычные такие прудики где можно поехать половить что-нибудь но пока у меня времени на это нет хотя хочется как думаете есть смысл вырваться на рыбалку и записать об этом видео напишите в комментарии если считаете что нужно я подумаю может действительно даст бог и съездим кладбище местное порой можно тоже погулять посмотреть каждый из этих людей когда-то жил сейчас не стало знатная память хорошая вещь такая мысли иногда в порядок приводит ух как меня сейчас подтащил это неплохо прицепик вильнул у меня че это весь груз на одну сторону перевалился и сейчас у меня вот с левой стороны с моей с прицепа сыпется все а правая себя вполне нормально чувствуется как-то он распределился верно что и вроде равномерно все накидывал но где-то по ходу тряхануло не в ту сторону и теперь так как есть здесь вот кстати сейчас мы когда сюда ехали гусей было много может обратили внимание здесь видим тот держит целое хозяйство такое гусей наверно штук 100 там есть точно неплохо еще циканье я не знаю не услышите наверно может услышите попробую что появляется то пропадает и откуда он есть он современка я купил у него я его найти не могу он себя прям явно так не проявляет но периодически вот он то есть то не должно с прицепом едешь он бывает то ли это что где коробки сюда доходит причем звук только на нейтралки отсутствует но когда он появляется когда он появляется он появляется на скорости и если включить нейтралку он пропадает притом если опять на нейтралки дать газку просто погазовать он может какой-то момент появится такое чувство что вот не знаю как-то это как будто гаечка где-то чуть открутилась и шайбочка которая под ней так как от вибрации периодически начинает стучать при определенных оборотах он что-то типа того напоминает никак я не поймаю что это за звук может кто-нибудь есть из него водов и сталкивался с данной проблемой тоже напишите в комментарии если не сложно так ну а я все вышел на трассу и домой домой качу и 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 предстоит мне сейчас еще и эту игруmusку разгрузить снова все укрыть и пойти отдохнуть 140 километров за день уже сильно катал туда сюда пока опять кнопки пока отходы вот эти а тут уже не буду снимали одно и то же как выкидываю как все делаю буду просто все побыстрее раскидывать разгружу это все ветрище еще сильным плохо слышно будет меня вот такое видео такие вот у нас будние дни готовимся к концу сезона как зиме так сказать ну все в принципе всем спасибо кто посмотрел это видео не забывайте ставить ваши лайки дизлайки подписывайтесь на наш канал в инстаграм пишите ваши комментарии и по традиции всех обняли пока пока а 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 Продолжение следует...